МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый и Карагандинский. В студии работает Гульнор Жекин. В начале выпуска коротко о главном. Арестован сотрудник колонии АК-159-7. По версии следствия, он был организатором пыток, в результате которого умер осужденный Чупин. Свыше 200 тонн картофеля продали фермеры на первой в этом году осенней ярмарке в Караганде. Сельскохозяйственную ярмарку посетил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Итоги конкурса презентации, выполненных с использованием латиницы, подвели в Техническом университете. В учебном заведении обсудили студенческие доклады, посвященные программной статье президента. Обо всем более подробно. По подозрению в организации пыток в отношении осужденного арестован сотрудник колонии Виталий Зарецкий. Отметим, что осужденный Чупин скончался от разрыва прямой кишки в колонии АК-159-7. Также вывезены из колонии и переведены в следственный изолятор в новом статусе подозреваемые шестеро осужденных. Именно они, по версии следствия, пытали погибшего осужденного. Вот уже почти неделю Виталий Зарецкий находится в следственном изоляторе номер 16. Родные в его причастность к уголовному делу не верят. Говорят, мол, к ответственности нужно привлекать начальство колонии. Ведь именно исполняющий обязанности начальника исправительного учреждения дал задание наказать осужденного. Потом проходит вторая очная ставка, но проходит эта очная ставка с начальником колонии Шатаевым. И Кирбаев признается на этой очной ставке, это как бы все везде, ну как бы это все зафиксировано, все есть. Он говорит, я оклеветал Зарецкого, это не было так. Мне Шатаев сам дал указание перевести Чупина с одного отряда в другой и как бы наказать его, что он так поступил с его учительницей. Согласно материалам уголовного дела, погибший осужденный Чупин нагрубил на уроки в школе внутри колонии учительницы, которая нечаянно исказила его фамилию. Педагог об этом сообщила директору школы. О пероуполномоченный колонии распорядился, чтобы Чупина перевели в другой отряд. Старший отряда Кирбаев получил устное задание Чупина. Спровоцировав конфликт, подозреваемый Кирбаев совершил пытки в извращенной форме. Спустя восемь дней Чупин скончался от разрыва прямой кишки и кровотечения. Ну нельзя так, чтобы невинный человек, ну не может быть, чтобы у нас не было правосудия. Я всегда говорю, у нас правовое государство. Пусть разберутся, пусть честно все сделают. Я ездила в Астану, обратились там в прокуратуру. Нам тоже говорят, добивайтесь, это ваше право. Вот поэтому, раз это наше право, мы будем везде писать, везде будем требовать. Не должен мальчишка сидеть ни за что. Это его жизнь, это его судьба, его карьера. Он этой работе отдал всю свою жизнь. Сотрудник исправительной колонии АК-159-7 в Карагандинской области Виталий Зарецкий осужденный Кирбаев арестованы. Их подозревают в подстрекательстве и непосредственно в применении пыток в отношении осужденного. Судом санкционировано меры пресечения в виде содержания по страже ввиду того, что подозревается он в совершении тяжкого уголовного правонарушения. Может ли скрыться от органов досуденного расследования, от органов суда, либо воспрепятствовать расследованию уголовного дела. Поэтому избрано сроком на два месяца меры пресечения в виде содержания по страже. То есть с 10 октября 2017 года по 10 декабря 2017 года. Сейчас в следственном изоляторе сидят шестеро подозреваемых и Виталий Зарецкий, который в колонии проработал 17 лет. В следствии им установлено, что трое осужденных помогали осужденному Кирбаеву пытать убитого Чупина. Они переведены из колонии в изолятор в новом статусе – подозреваемые. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Свыше 200 тонн картофеля продали фермеры на первой в этом году осенней ярмарке в Караганде. Всего сельхозпроизводители Карагандинской области привезли в областной центр около 500 тонн продукции. Сельскохозяйственную ярмарку посетил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Картофель по 70 тенге за килограмм, капуста 50 тенге, говядина 1200 тенге. Таких цен карагандинцы не видели уже давно, но именно эти цифры значились на ценниках на первой в этом году осенней сельскохозяйственной ярмарке. Жительница Караганды Надежда Судницына считает себя завсегда таем сельскохозяйственных ярмарок. По ее мнению, именно здесь можно приобрести продукты на зиму по низким ценам. Конечно, рады этой ярмарке. Каждый год ездим мы уже. Вот сколько лет проводится ярмарка, столько лет мы на нее и ездим. Она еще, помню, на Ленина была сначала, начиналась, когда первые ярмарки были. Всегда ездим сюда на ярмарки. Здесь всегда дешевле и выгоднее. Качество хорошее. И овощи все, и капуста, и морковка, и лук, и картошка, естественно, в первую очередь. На рынке не такие цены. А вот Ольга Башкова на ярмарке впервые. Она уверена, что станет постоянным посетителем. Очень уж привлекательные цены. Выбору много очень. Качество хорошее. Качество хорошее. Продуктов очень много. Выбору много. В областной центр приехали представители более 80 крестьянских хозяйств из Абайского, Актугайского, Бухаржираусского, Жанаркинского, Сакаровского и других районов области. Всего сельчане привезли около 500 тонн продукции. В том числе 52 тонны мяса, более 200 тонн картофеля, более 100 тонн овощной продукции. Я думаю, что это очень выгодно и для сельхозтоваропроизводителей, и для населения, которое запасается на зиму. А цены приемлемые. Вы видите, что 15-20% ниже рыночных продают. Ну, например, видите, картошка, да, сейчас оптов с полей 95-100 продают. Вот видите, везде пишут, да, Павла Дарина, например, Алматинской области. Здесь у нас мы по 70 тонн продаем картофель, морковь по 60 тонн, свеклу по 60 тонн. Я думаю, в любом случае это очень выгодно. Первую осеннюю ярмарку посетил и Аким Карагандинской области Ярлан Кушанов. Он прошелся между торговыми рядами, пообщался с продавцами и покупателями. Высоких гостей угостили баусаками и кумысом. Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в городах Карагандинской области в октябре и ноябре. В целом планируется продать по сниженным ценам почти 2000 тонн продуктов. Ярмарки будут колесить по всем городам области. 4 ноября они пройдут в Жасказгане, Саране, Шахтинске, Сатпаеве, Тимиртау, Балхаше, Каражале и Приозерске. Всего на ярмарках планируют продать более 200 тонн мяса, более 300 тонн овощей, а также свыше 1000 тонн картофеля. Следующая ярмарка в Караганде запланирована на 21 октября, заключительная – на 11 ноября. Андрей Тенжак, Слук-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде до конца года будет произведена корректировка проектов детальной планировки. Этого давно добивалось бизнес-сообщество, так как предприниматели не могут застраивать земельные участки, полученные на законных основаниях. Об эти решения проблемы сообщили на заседании комиссии по вопросам предпринимательства при Акимате области. Комиссия по вопросам предпринимательства в статусе консультативно-совещательного органа создана в этом году по инициативе главы региона Ерлана Кушанова. Главная цель – улучшить бизнес-климат в области. В комиссию вошли представители государственных органов, региональные палаты предпринимателей, известные бизнесмены. На последнем заседании комиссии обсуждали проекты детальной планировки. Но на следующий день мы только приступили к этому, поскольку мы уже много лет твердим о внесении изменений в ПГП. Я думаю, что сейчас все трудно в этом плане. Поэтому мы будем совместно с этим городом, который пошел нам навстречу, и мы нашли в этом плане понимание. Будем дорабатывать эту процедуру логического конца. Сегодня в областном центре больше 70 земельных участков, выкупленных предпринимателями, оказались вне закона. Камнем преткновения стали ПДП. Из-за этого застопорился ряд бизнес-проектов. Кроме того, создается почва для коррупции. Когда законные методы исчерпаны, начинается поле для рисков. Действительно, если вносить изменения, существующие через бюджет, через этот, это очень долгая процедура, то есть это на несколько лет. Есть процедура, которая инструкция есть у нас пунктом 4.1.3.7 о порядке разработки согласования, утверждения и соответствии внесения градостроительной документации. То есть допускается изменение в утвержденный проект после произведения всех согласований. То есть мы с палатой по 30 с лишним участкам отработали. Я думаю, что до конца года мы эти изменения внесем. То есть уже непосредственно не по одному ПСБ, а все 33, которые возможно сейчас решить. Заместитель Акима Каргандинской области Алмаз Айдаров доложил об исполнении поручений, данных на июльской встрече главы региона с предпринимателями. По всем вопросам были созданы рабочие группы для выработки решений. В частности, проведена работа по выявлению неиспользуемых помещений. По вопросу выявления неиспользуемых свободных помещений и подключения к инженерно-коммуникационным системам. Карта свободных земельных участков мощностей и помещений доступна в онлайн-режиме на сайтах Акимата области, управления предпринимательством и РПП. Также размещена в ЦОПе при палате предпринимателей. Сейчас предпринимателям предлагается 110 земельных участков с наличием полного спектра коммуникации. Также на карте свободных производственных помещений размещена информация по 40 производственным помещениям с наличием действующей инфраструктуры для бизнеса. Кроме того, на сайтах всех 18 Акиматов городов и районов размещена информация по свободным земельным участкам по их территориям. На заседании комиссии также обсудили проект дифференциации тарифов на электроэнергию и многое другое. В целом состоялся продуктивный разговор, подытожил Аким области Ерлан Кушанов. По всем вопросам, которые мы обсудили, необходимо подготовить проект протокола. Мы договорились по детальной планировке города Караганда. До конца года этот вопрос мы решаем. По процедурам представления тех условий поднимаем вопрос 18-го, когда будет здесь господин Кулебаев. Предложение по дифференциации тарифов на электроэнергию. Рабочая группа работает. И по жалобам предпринимательного действия органов внутренних дел и органов охраны общественного. Это вы совместные мероприятия будете проводить. Деятельность комиссии по вопросам предпринимательства при Акимате области направлена на создание комфортных условий для ведения бизнеса, подчеркнул глава региона. Андрей Тен, Толиген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Итоги конкурса презентации, выполненных с использованием латиницы, подвели в техническом университете. Кроме того, в учебном заведении состоялось обсуждение студенческих докладов, посвященных программной статье главы государства «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». В своей программной статье президент страны озвучил необходимость перехода казахского языка на латинскую графику. Срок обозначен до 2025 года. Но студенты Карагандинского технического университета уже сегодня пробуют внедрить латиницу в учебный процесс. В учебном заведении был объявлен конкурс презентаций, выполненных с использованием латинской графики. Среди участников студентка четвертого курса Айжан Таубибаева. Она заявила, что с презентацией справилась легко. При разработке этой презентации как-то проблем не возникало, так как мы молодежь, знаем английский язык и используя латинскую графику. Было, как сказать, даже привычно. Содержание презентации были именно касательно наших специальностей. Присутствующие активно делились своими мнениями относительно потенциальных преимуществ перехода на латинскую графику. Было отмечено, что данный переход обусловлен историческими предпосылками и его главной целью является повышение глобальной конкурентоспособности Казахстана. Студенты в своих докладах отметили, что молодое поколение сможет без труда быстро и эффективно адаптироваться к новой графике. Выгоды, во-первых, это в плане информационных технологий, то есть во всем мире, во всех гаджетах используется именно латинская графика. То есть это упростит использование именно казахского языка в сфере IT-технологий. Также вся мировая информация, большая часть мировой информации, научной литературы, она также создается на языках с использованием латинской графики. И для молодежи не составит существенного труда адаптироваться и эффективно использовать новую графику. После обсуждения докладов были подведены итоги конкурса презентации специальностей и профессий. Жюри присудило первое место Азамату Рымбекову, представившему специальность электроэнергетика. В мероприятии приняли участие более 80 студентов, магистрантов и преподавателей. В университете запланированы и другие мероприятия, посвященные переходу казахского языка на латинскую графику. 20 молодых полицейских в Караганде присягнули на верность Родине и народу. А 11 сотрудникам подразделения органов внутренних дел были торжественно вручены офицерские погоны. В управлении внутренних дел Караганды состоялось традиционное приведение к присяге молодого пополнения. Ряды полиции в Карагандейской области пополнились 20 сотрудниками – следователями, участковыми, инспекторами и дознавателями. Принятие присяги – акт торжественный. Она принимается один раз и на всю жизнь. Знамя – это символ боевой заслуг, чести всего личного состава Управления внутренних дел города Караганды. В этот торжественный день волнуются все – и старослужащие, и ветераны, и гости, и руководители, но больше всех – молодые сотрудники, принимающие присягу. Вы пришли на службу вложенных внутренних дел в истории Казахстана, встали в полицейский строй, избрав в жизни ответственный, трудный, но благодарный участок работы. Этот путь требует от вас выдержки, терпения и человечности. Отныне вы являетесь представителями государственной власти, постоянно находящихся на виду. Каждый присягнувший в своей душе принимает личную присягу перед своей совестью. Если я нарушу принятую мною присягу, то готов нести адресность, установленную законом Республики Казахстана. Молодых полицейских поздравили ветераны. Соседневдавно они тоже принимали присягу. С высоты своих лет они давали наставления своим коллегам. Министр внутренних дел страны подписал приказ о присвоении 11 полицейским первых званий. Лейтенантские погоны вручил молодым сотрудникам полковник Ерлан Омарбеков. Торжественное мероприятие продолжилось парадом личного состава УВД города Караганды. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Спасатели сдают кровь. В преддверии празднования Дня спасателя департамент по ЧС Карагандинской области проводит акцию под названием «Быть донором – значит спасать». В течение трех дней сотрудники экстренных служб будут сдавать кровь для нуждающихся. Сдать кровь и помочь нуждающимся в ней решили сотрудники областного департамента под чрезвычайным ситуацией. Спасатели не первый год становятся донорами, участвуя как в организованных социальных акциях по сдаче крови, так и сдавая кровь индивидуально. Ведь спасатели, как никто другой, понимают, насколько необходимы бывают те самые миллилитры крови для пострадавших и больных людей. Именно этого хватает на то, чтобы спасти не одну, а несколько человеческих жизней. Именно с такими мыслями в центр крови пришел Думан Номагомбетов. Хотел помочь людям не только в чрезвычайных ситуациях, но и принять ему участие в таких мероприятиях и заодно пройти полное обследование. Сдав кровь, сотрудники ДЧС пополнили запасы донорской крови, тем самым оказав помощь людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, а также больным, нуждающимся в переливании крови. Проведение такой акции еще раз доказывает, что настоящие спасатели готовы прийти на помощь не только в чрезвычайных ситуациях. Таким образом мы хотим показать, что наши сотрудники не только приходят на помощь при чрезвычайных ситуациях, при пожарах, при наводнениях и так далее, но и любыми способами, любыми методами готовы оказать помощь людям. Сотрудники наши участвуют в подобных акциях, как в организованных акциях, так же и на добровольной основе, инициативно. В Центре крови всегда рады видеть спасателей в рядах добровольцев, потому что они регулярно проходят медицинские осмотры и обладают хорошей физической подготовкой. Сдавать кровь будут около 70 сотрудников в течение трех дней. К другим новостям. Для бесперебойной подачи электроэнергии в компании Караганды-Жарык применена территориальная схема управления, при которой электроустановки всех напряжений закреплены за электросетевыми районами. Это позволяет оперативно обслуживать городские электрические сети, а их протяженность на сегодня составляет около 7 тысяч километров. Товарищество с ограниченной ответственностью Караганды-Жарык – крупное предприятие, которое занимается передачей и распределением электрической энергии. На сегодняшний день общая территория обслуживания электрических сетей составляет более 21 тысячи квадратных километров. Согласованной работой электросетей управляет оперативно-диспетчерская служба. Управление сетями проходит как в нормальном, так и в аварийном режиме. В нормальном режиме работы у нас идет работа с плановыми заявками, которые у нас планируются за год, и с заявками, которые возникают в процессе работы. И есть у нас также аварийные работы, но это у нас при возникновении аварийной ситуации. Диспетчера у меня полностью руководят ликвидацией аварии. Диспетчеры с помощниками работают в круглосуточном режиме. Им помогает схема, которую в ТО «Карганды-Жарык» разработали собственными силами. Показаны питающие подстанции, откуда идет подача напряжения. Вот это у нас вот большие вот такие, это у нас подстанции. Большие подстанции, которые у нас в разных частях города находятся. От них у нас запитанные, вот небольшие, это у нас трансформаторные подстанции, которые находятся в каждом дворе. Ранним утром диспетчеры приняли сигнал о прекращении подачи электричества по улице Камская. Тут же была отправлена аварийная бригада. Произошло замыкание в трансформаторной подстанции номер 25. Авария возникла ночью, ну под утро, можно сказать, часам, к трём. Это вот то, что мы сейчас были, да, в диспетчерскую люди позвонили, сообщили. Потребители звонят, говорят, что нет, ну пропал свет. Как бы мы сразу выезжаем на устранение аварии. К сожалению, аппаратура имеет свои сроки работы. И было принято решение заменить её на новую. При этом микрорайон не остался без электричества. Его временно подсоединили к другому источнику. Но прежде всего безопасность проведения работ. Для этого существует трёхступенчатый контроль персонала. Это инструктаж, выдача наряда, предупреждающие таблички и множество других необходимых мер по соблюдению правил техники безопасности. И за всем следит диспетчерская служба. Любое заявление от потребителя тут же рассматривается и принимается оперативное решение. Оперативно-диспетчерская служба разрабатывает и контролирует режим работы электросетей. Разрабатывает мероприятия по снижению расходов электроэнергии на подачу по электрическим сетям и контролирует их выполнение. Как сказал Владимир Волков, начальник диспетчерской службы ТО «Караганды-Жарык», незапланированных моментов у нас никогда не бывает. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Далее новости спорта. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» вернулся на шестую строчку турнирной таблицы. В родных стенах карагандинские футболисты обыграли Казалардинский «Кайсар» со счетом 2-1. В начале игры команды форсировать события не стали. Лишь во второй половине первого тайма удалось открыть счет. На 31-й минуте встречи Штефан Зоша красивым ударом с лета замкнул очередную точную фланговую передачу от Марата Шахметова. 1-0. Выйдя на второй тайм, подопечные Саулюса Шермялиса очень быстро сумели упрочить свое преимущество. Юлиус Зоки в подкате отобрал мяч у Джона Камара, и тот отскочил к Милану Станаевичу. Сербский полузащитник карагандинской дружины издали нанес идеальный удар в дальнюю девятку. 2-0. На 74-й минуте тренерский штаб «Оранжево-Черных» произвел первую замену. Вместо Сергея Хижниченко на поле вышел Марк Астанаевич. Спустя пару минут казаларьинцы сумели сократить отставание. Максат Байжанов в дальней передаче вывел Тохтара Жанглышбая 1-1 с Игорем Шацким. И тот в одно касание отправил мяч за спину гол кипера «Шахтера» 2-1. После победы над Газалардинским Кайсаром карагандинский «Шахтер» вновь занимает шестую строчку турнирной таблицы. Следующий матч «Горняки» проведут 21 октября на выезде. В Таразе они встретятся с одноименным клубом. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Вторая игра домашней серии и второе поражение подряд. Хоккейный клуб «Сарарка» 14 октября проиграла ижевскому клубу «Ишсталь» со счетом 1-2. Победитель определился лишь в серии булитов. Большинство хоккейных аналитиков сходятся во мнении, что в нынешнем сезоне карагандинская «Сарарка» – одна из самых сбалансированных команд в лиге. С начала сезона наша команда, если и проигрывала, то в лучшем случае с разницей в одну шайбу, а чаще всего в дополнительное время. Это говорит о характере команды. Вот и в игре с «Сарарка» сталью большую часть времени инициативой владела карагандинская дружина. В первом периоде болельщики не увидели заброшенных шайб. Счет в матче был открыт во второй 20-ти минутке. На 28-й минуте матча шайбу в ворота ижевцев забросил Исаак Валицкий. К сожалению, это была единственная шайба «Сарарки». За несколько минут до окончания второго периода шайбу в ворота карагандинцев забросил Александр Остроухов. Третий период, а также овертайм, победителя не выявили. А в серии буллитов удача оказалась на стороне гостей. Итог встречи 1-2 в пользу ижстали. На послематчевой пресс-конференции наставник гостей признался, что доминировали весь матч карагандинцы. «Хозяева доминировали весь матч благодаря ребятам, что они выстояли, сравняли счет, выдержали и овертайм по буллитам, скажем так, нам больше повезло. В общем-то, поздравить команду с победой. Но соперник сегодня был сильнее, а пикер. Его слова подтвердил и главный тренер сырой арки Александр Соколов. Часто да, мы перебросали много моментов, больше создали. Играет неплохо, мне трудно кого-то обвинить из ребят. И никогда не повернется язык кого-то взять. Рослые парни, хотя там пропущенная шайба, конечно, до того, как ее забили. И результат удаления, вот это удаление, это просто, ну, там изрядом он выходящий, по смыслу, к чему оно там было сделано. Но это вопрос такой внутренний, мы будем говорить. Поэтому трудно сейчас, наверное, нам радоваться. Обе игры мы будем так говорить, как-то упустили очки. Упустили очки, поэтому через трудности будем пытаться как-то выходить из этого, сохранить своих болельщиков, преданных болельщиков, которые ходят на хоккей, поддерживают нас. Мы очень благодарны. Мы стараемся за всех сил. Когда люди стараются, у них обязательно получится. Поэтому, я думаю. Следующий матч карагандинская дружина проведет 16 октября против пермского клуба «Молот при Камье». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солбомстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова